На центральном стадионе собрались люди, купившие квартиры в строящихся домах 5 лет назад. Однако до сих пор владельцы недвижимости вынуждены ютиться на съемных квартирах или у родственников. Дольщики требовали исполнения обязательств по недостроенным домам, а также вмешательствовых вопрос губернатора Подмосковья. Я буду стоять и добиваться, потому что мне негде жить. У меня нет жилья, я живу на съемной квартире, у меня ипотека и двое малышей. Совершенно нет средств к существованию. В октябре прошлого года компания «Аулетстрой», известная ранее как «Жилищный капитал», оказалась в процессе банкротства. На субботнем митинге дольщики обратились к местным властям за помощью. Они также подчеркнули, что спасти квартиры может только ввод в эксплуатацию и возобновление строительства, иначе по закону дома будут выставлены на конкурсные торги. В такой ситуации дольщики остаются ни с чем, при этом продолжая выплачивать ипотеку. Все эти мотания по судам дают нам 100% гарантии того, что мы не останемся, что куплены с нами в квартире. Переделать в процедуру банкротства неизбежное начало конкурса торгов. Чтобы спасти свою квартиру, нам надо вырвать наш дом из конкурсной массы, а сделать это можно только при наличии заключения от администрации дома. Пока у нас есть небольшая отсрочка, здесь перехода в дело в банкротство и жилищного капитала в архитектуре банкротской области. Обманутые пайщики пытались договориться за стройщиком, проводили пикеты, просили найти новых инвесторов. Компания «Банкрот» в свою очередь обещала вывести рабочих на стройку и возобновить строительство. Однако обещания до сих пор не выполнены. У меня есть опыт судебной работы и банкротства в том числе. И я понимаю, в каком направлении можно здесь двигаться. Поэтому будем активно сейчас сотрудничать с инициативной группой, в частности 21, 25, 24 корпуса. Поэтому да, большая работа, тяжелая работа, но не тупиковая. Аулет «Строй» по решению суда передаст квартиры в недостроенных корпусах Росимуществу. При этом дольщики, заключившие договоры, не прошедшие государственную регистрацию, остаются без недвижимости. По их словам, компания «Банкрот» по нескольку раз продавала одни и те же квартиры. И так как сделки являлись повторными, в Росреестре они не регистрировались. В данный момент юристы предлагают обманутым дольщикам обращаться в суд. Но при любых обстоятельствах доказать свое право на жилье будет сложно. Владлена Корненко, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова